Это кадры тушения мощного пожара в жилом доме на северо-западе Москвы. Кроме того, сегодня в выпуске интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, а также новые происшествия на объектах нефтегазовой инфраструктуры России. Всем привет! Сегодня пятница, 9 февраля. С вами Тенгиз Адамия. Это новости в воздух. С вас лайк и подписка, а мы начинаем. На северо-западе Москвы в районе аэропорт сегодня ночью загорелся жилой дом по адресу улицы Черняховского, 4. Всего за час площадь пожара выросла с 300 квадратных метров до 4000. Более 10 человек пострадало, 400 пришлось эвакуировать. В торговом центре неподалеку устроили временный пункт содержания, чтобы люди не мерзли на улице. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение в системе антиобледенительного обогрева края кровли и водостоков, или в так называемом «горячем козырьке». Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Москве, добавив, что сейчас эта версия приоритетная. Издание «Инсайдер» пишет, что пожар на Черняховского – это самый крупный пожар в новейшей истории. Огонь быстро стал распространяться на соседние дома, в результате загорелось еще две многоэтажки. Для тушения огня потребовалось привлечь даже авиацию. А в район ЧП, помимо пожарных расчетов, съезжались также машины скорой помощи, чтобы помогать пострадавшим. Впрочем, по словам местных жителей, спасатели появились здесь только спустя полчаса, после начала пожара. Отмечу, что первый из загоревшихся домов в советское время считался очень престижным. Его построили в 1957 году, и в разные годы в нем жили писатели и поэты, начиная от Беллы Ахмадулина и Александра Галича до Дарьи Донцовой, а также переводчик Лев Гинсбург, режиссер и сценарист Александр Зархи и другие. Ну, а сегодня в числе эвакуированных оказалась популярная в 90-е певица Наталья Штурм. Если кто-то из вас помнит песню про школьный роман, то вот это она. Полыхало сегодня и в Пермском крае. Здесь, в селе Куеда, произошел взрыв на газопроводе. Начался пожар. По последним данным, не менее шести человек пострадали. Среди них двое детей, шести и одиннадцати лет. У пострадавших ожоги, рваные раны и отравление угарным газом. По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, двое из них находятся в реанимации. Вскоре после возгорания огонь перекинулся на жилые дома неподалеку. По данным ТАСС, на место происшествия направили целый пожарный поезд. Впрочем, с проездом рядовых спасателей сложнее. По словам местных жителей, из-за плохо расчищенных дорог они банально не могли проехать к месту пожара. И сельчанам пришлось ехать им навстречу с лопатами, чтобы помочь пожарным. Горение было таким мощным, что зарево было видно с расстояния в несколько километров. В Следственном комитете уже заявили, что возбудили уголовное дело. Правда, по какой именно статье не сказали. Ну и еще один пожар сегодня ночью в Краснодарском крае. Он произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода. Ряд СМИ сообщает, что, вероятно, это результат атаки беспилотника. По данным оперативного штаба региона, ликвидация возгорания заняла около двух часов. Пострадавших нет. Ну а сам момент взрыва, после которого и начался пожар, даже попал на видео. Кстати, телеграм-канал Астра со ссылкой на свои источники пишет, что помимо Ильского НПЗ, пожар, на котором власти официально подтверждают, сегодня ночью горел еще и Афибский НПЗ, все в том же Краснодарском крае, а также нефтебаза в Орловской области. Астра утверждает, что все эти случаи – результаты падения беспилотников. Обошлось без повреждений и пострадавших. Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с Путиным. Оно вышло на сайте Карлсона и в соцсети X. Рея Новости отчиталась, что Путин даже вошел в актуальные тренды соцсети X в США. На момент записи этого выпуска интервью набрало уже почти 80 миллионов просмотров. Весомую часть из них обеспечили российские пропагандисты и Z-блогеры. Среди турбопатриотов приезд скандально известного журналиста, кумира американских ультраправых и любимца российской пропаганды вызвал небывалый ажиотаж. Интерес к интервью подогревал и главный российский пропагандист Соловьев, даже обещал жесткие вопросы Путину. Но неудобных вопросов не было, впрочем, как и неожиданных ответов. Ничего нового Путин своему собеседнику не сказал. Началось интервью с исторической справки, впрочем, кратко ее не назовешь, равно как и достоверный. Так, например, Путин перепутал Шухевича, лидера украинских националистов, с Шушкевичем, белорусским политиком, одним из подписантов Беловежской соглашений о создании СНГ в 1991 году. Или вот Путин цитирует свой воображаемый разговор с Зеленским. Что ж, и тут историческая достоверность, очевидно, хромает. Отец Зеленского родился в 1947 году и фронтовиком быть не мог по определению. Но обо всем по порядку. Начал российский лидер издалека, аж с 862 года, от самого Рюрика. Вспомнил и про Великое княжество Литовское, которое назвал Литовско-русским. Обвинил поляков в ополячивании Украины. Именно они, по версии Путина, убедили русских, проживающих на территории нынешней Украины, что те на самом деле никакие не русские, а украинцы. А они простодушно поверили полякам на слово. Причем Путин отказал украинцам не только в праве на собственную идентичность, но и на построение своего государства. Украина в известном смысле искусственное государство, созданное по воле Сталина. Путин не упустил возможности обвинить поляков и в сотрудничестве с Гитлером, а также в разделе Чехословакии. Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему и началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши. Типичный такой виктим-блейминг. Жертва сама виновата в том, что спровоцировала агрессора. А заодно и оправдание нацизма. А это сегодня вообще статья. Ну и, конечно, фраза «Гитлеру ничего не оставалось» рифмуется с высказыванием «Нам не оставили другого выбора». Так, напомню, Путин оправдывал свое вторжение в Украину. Досталось, однако, не только полякам, но и, разумеется, американцам и в целом коллективному Западу. Им Путин припомнил и события в Югославии, и якобы поддержку сепаратизма и терроризма на Северном Кавказе. Но и, разумеется, не забыл про расширение НАТО и про то, как нас в очередной раз надули и кинули. После 1991 года, когда Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью цивилизованных народов, ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули. Я когда-то говорю, вы, не вас лично имею в виду, конечно, а Соединенные Штаты. Обещали, что не будет расширения НАТО на восток. Но это произошло пять раз, пять волн расширения. Ну и уже классическое. Нас просто водили за нос. Но даже при том, что Запад в свои нежные объятия Россию так и не принял, Путин все еще великодушно открыт к диалогу с ними. Только вот говорить не с кем. С кем там разговаривать? Я просто не понимаю. Мы готовы к разговору. Мы с кем? Где гарантии? Никаких. Что ж, помним, Путин еще после смерти Махатмы Ганди сетовал, что ему и поговорить не с кем. Благо приехал Карлсон и терпеливо выслушал. А Путин перед таким благодарным слушателем старался держаться непринужденно и даже шутить. У вас лично? Может быть, есть алиби? У вас лично? Ну а пока Путин дает уроки псевдоистории Украины американскому пропагандисту, в самой Украине серьезные перестановки в высшем военном руководстве. Владимир Зеленский все-таки отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Это шаг, о котором писали многие украинские западные эксперты и политики еще с 29 января. О своем решении украинский президент сообщил в своем вечернем видеообращении. Ну а сам Залужный сообщил только, что у него с Зеленским состоялся важный и серьезный разговор, после которого было принято решение. Цитата. О необходимости изменения подходов и стратегии. Впрочем, напрямую о своей отставке Залужный не писал. Новым главнокомандующим Зеленский назначил генерал-полковника Александра Сырского. Уроженец Владимирской области России Сырский окончил Национальную академию обороны Украины. С августа 2019 года он руководит сухопутными войсками ВСУ. Сам он свое назначение пока не комментировал. Ранее издание «Вашингтон-Пост» писало, что Сырский не пользуется популярностью среди бойцов, которые считают, что он командир советского образца и что он слишком долго держал войска под Бахмутом и не отступал, когда это уже нужно было делать. А журнал «Экономист» уже назвал отставку Залужного новым этапом войны, добавив, что Зеленский рискует совершить ошибку. Издание отмечает, что в то время как Зеленский считает главной целью возвращения захваченных земель, Залужный настаивал на сохранении ресурсов и жизни бойцов. И чем очевиднее становилось то, что военным путем территории не вернуть, тем глубже становился раскол между Зеленским и главкомом. В Кремле уже прокомментировали отставку Залужного. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что это никак не изменит ход так называемой спецоперации. Что ж, друзья, это были все новости, о которых я хотел рассказать. С вами был Тенгиз Адамия. Не уходите от нас без лайка, комментариев и подписки. Берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok